Дорогие друзья, всем здравствуйте! Меня зовут Евгений Бондарь и это программа лучшая в Краснодаре. Сегодня в гости к нам придет настоящий иллюзионист, именно поэтому в самом начале я покажу вам фокус. Смотрите, вот такая вот, вот такая вот штука, абсолютно, абсолютно пустая, ничего в ней нет. Сейчас мы кладем сюда желтый платок и достаем отсюда желтый платок, потому что я не фокусник. Фокусник будет чуть позже, сразу после нашего первого сюжета. Смотрим, поехали! В красивейшей части курорта Кабардинка живет не просто надежда, а уверенность в первоклассном отдыхе. Гости со всего мира круглогодично приезжают сюда за отдыхом, здоровьем и продуктивной работой. Изумительная природа, живописные кавказские горы, насыщенный лесным ароматом воздух, умеренный климат гармонично дополняют лечебный эффект. Каждый гость может пройти полное обследование организма в современном медицинском центре. Мощная терапевтическая база позволяет проводить лечение по 15 реабилитационно-восстановительным программам. Наиболее популярные программы – восстановление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и программа «Антистресс» усиливают лечение, комфортные условия и близость моря. Когда пляж большой и чистый, а отель расположен на первой линии, вы сможете почувствовать всю прелесть целебного воздействия природы и как следует отдохнуть. Дорогие друзья, привнесли мы в сегодняшнюю программу немного чудес, потому что в гостях у нас иллюзионист Руслан Шанга. Руслан, привет! Привет! Иллюзионист? Да, фокусник. Фокусник. Покажи фокус. Любой? Вообще. Кольцо на указательном пальце. На указательном пальце. Вот если его снять и просто подкинуть, он опять здесь. Опять на указательном пальце. Хорошо, ты давно занимаешься фокусом? Ну, где-то уже в районе пяти лет занимаюсь. Чего нужно начать? С фокусов. А если ты не знаешь, как делать фокусы? Ну, заходите в YouTube, набирайте любой фокус, который вам по душе. Там фокус с картами, с монетами. Обучайтесь. И все получится. С этого можно начать, да. Хорошо. Друзья мои, мы сейчас смотрим следующий сюжет, а потом раскроем некоторые секреты. Может быть, если выпросим. Смотрим. Купить квартиру и переехать жить сразу после покупки. Как вам такой вариант? Вы скажете, а как же ремонт? Все уже готово. Хорошие обои, качественная сантехника, керамоплитка, застекленный балкон. Все для вашего комфорта. Квартиры просторные, с большой кухней и удобной планировкой. Звукоизоляция отличная, так как сами дома монолитного типа, построенные по всем современным стандартам. Для того, чтобы еще больше убедиться в правильности вашего выбора, вы можете выйти во двор и поговорить с теми, кто уже приобрел квартиру в жилом комплексе. Площадки очень для детей большие, хорошие. Мне, как маме, в декрете сейчас это очень удобно. Детский сад во дворе жилого комплекса станет еще одним плюсом. Кроме того, вас порадует наличие на территории ЖК магазинов и салонов красоты, а также крупного гипермаркета поблизости. И вот что важно. Если вы купите квартиру в строящемся доме, вас не будут томить ожиданиями. Все дома сдаются гораздо раньше сроков. Выбор за вами. В гостях у нас сегодня иллюзионист Руслан Шанга. Руслан, вопрос такой. Когда можно считать себя профессиональным фокусником? Профессионально? Ну, я думаю, когда уже прям большой ажиотаж на тебя, очень большая востребованность. Я думаю, тогда уже ты... Ну, тогда уже... Ну, то есть не вот этот вариант, да? Нет. Хорошо. Примерно сколько лет нужно человеку заниматься, чтобы добиться серьезных результатов? Ну, я думаю, всю жизнь. Совершенства нет пределов, и сколько бы ты ни занимался, я думаю, все равно есть к чему-то новому научиться. Ну, покажи что-нибудь простенькое. Простенькое? Ну, простенькое. С айфоном. Такая рисовалка. Рисовалка, да. Да. Ну, такой кружочек нарисуем. Нарисуем. Можно ее проявить. Держи, проверь. Смотри, ничего себе. Да. Ну, смотри, если взять вот этот шарик и просто так надавить, кажется, что два, да? Ну, на самом деле, вот так распилить. На самом деле, два. Вот сейчас вытяни руку. Вот сейчас один шарик я положу себе. Вот этот крепко сожми, хорошо? Нажимай. И сейчас самое интересное. Открывай медленно руку, покажи всем. Ну, я не знаю, как ты это делаешь. Наверняка, это не магия. Все может быть. Смотрим следующий сюжет, потом продолжаем. Это наш будущий новый дом. Это на тот день, когда я начну расширять производство. Это когда вырастут мои дети. Да и вообще, на всякий случай. Это на тот день, когда я начну расширять производство. Финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения до 19% годовых. 8 800 5000 977. В гостях у нас сегодня Руслан Шанга. Он иллюзионист. Руслан, пожалуйста, скажи мне, как ты вообще пришел к тому, чтобы стать фокусником? Ну, я начал с интернета. Начал обучаться каким-то... Вот кто ты по профессии вообще? По профессии я программист. Логичное продолжение. Да. Карьеры программиста. И ты начал обучаться в интернете? Каким простым вещам, да? Ну да, то есть мне как бы с детства это было интересно. Ну, и уже где-то лет 5 я занимаюсь усердно именно этим. Да, начал с интернета. И потом начал ездить на форумы иллюзионистов, где я как бы повышаю свою квалификацию, так сказать. Начал выступать. Да, начал выступать. А сначала все-таки больше, наверное, удивлял друзей и близких? Да, сначала как бы начал с родителей, и потом с друзьями, потом уже просто с чужим людям подходили на улицу, там вот с другом. И сейчас как бы уже на большой публике работаю. Нравится? Да. Доволен? Да. Ну, покажи какой-нибудь фокус. Давай. Ну, я тебе такой покажу ментальный эксперимент. Один вот держи колоду карт. Представь, что она невидимая, да. Перемешай. Представляю, что она невидимая, да. Перемешай. Перемешай. Разложи карты и достань любую одну карту. Да, и запомни ее. Палая карта. Да. Достаю. Запомни ее. Запомнил. Переверни и сэф наоборот. Опять перемешай. Давай ее сюда. Сейчас самое интересное. Колода к каждой руках. Все пропало. Прекрасный. Прекрасный ментальный эксперимент. Но это еще не все. Назови всем, какую карту ты запоминал. Бубновую десятку. Бубновую десятку. Смотри, с самого начала вот здесь была перевернута одна карта. Вот ты мог назвать любую карту. Не мог. Не мог. Ну, смотри. Рядом с тройкой пики одна перевернутая карта. Достань какая-то карта, покажи в камеру. Хочешь, я сейчас угадаю, какая это карта? Давай. Бубновая десятка. Бубновая десятка. Ты посмотри. Сейчас смотрим следующий сюжет, потом продолжаем. Смотрим. Покупка кухни – дело очень важное. Но не менее важно оснащение кухни бытовой техникой. Духовые шкафы и варочные поверхности можно подобрать не только по стилю – классика или хай-тек, но еще и по количеству программ, системы очистки и так далее. У вытяжек также есть свои особенности. При выборе вытяжки необходимо обратить внимание на мощность и уровень шума. Вытяжка должна не только выполнять свою работу по очистке воздуха, но и создать максимум комфорта на вашей кухне. Выбирая мойку, обратите внимание на то, из какого материала она сделана. Если это нержавеющая сталь с микроструктурой, то вы сможете избежать водяных разводов. Гранитные мойки отличаются своей красотой и практичностью, но всегда найдется то, что удивит вас по-настоящему. Сейчас все большим спросом пользуются мойки из наногранита. Эти мойки очень приятные на ощупь и одновременно особо прочные. Им не страшны никакие механические воздействия. Встраиваемая техника делает вашу жизнь комфортной, а кухонные хлопоты превращает в кухонные радости. Компания «Анкона» предлагает вам качественную, современную и стильную встраиваемую технику на любой вкус. Новейшие технологии, великолепный дизайн и доступные цены. «Анкона» телефон 239-67-74. Дорогие друзья, иллюзионист Руслан Шанга у нас сегодня в гостях. Это значит, что у нас сегодня должно быть много фокусов. Вот много фокусов мы попросим показать прямо сейчас чего-нибудь. Прямо сейчас. У меня есть вот такая рисовалка. Я сейчас попрошу тебя, задумай любой цвет радуги. Задумал? Да, вот меняй там свое решение несколько раз. Выбери одно какое-то, захочешь. Я выбрал. И сейчас я положу свое предсказание сюда. Назови всем, какой цвет радуги ты задумал. Зеленый. Ты уверен? Да, уверен. Смотри, с самого начала я написал цвет, и это был зеленый. Ну, почему? Как это происходит? Давай повторим. Давай. Задумай любой день недели. И покажешь мне это на пальцах. Если там, допустим, понедельник один, вторник два, чтобы ты не думал, что это реагирует на голос. Хорошо. Все. Задумал? Показывай на пальцах. Понедельник. Я отказываюсь в это верить, потому что это же все просто, это же не волшебство. Это магия. Все-таки да. Смотрим следующий сюжет. Внимание к собственной безопасности и безопасности близких становится неотъемлемой частью нашей жизни. Так, автомобильная сигнализация и компьютерные антивирусы не вызывают никаких вопросов. Но безопасность собственного жилья, на наш взгляд, куда более важна. И сигнализация с тревожной кнопкой, установленная в квартире, может спасти не только ваше имущество, но и жизни. Установив систему безопасности, вы получаете возможность в любой момент вызвать группу быстрого реагирования, нажав всего лишь на одну кнопку. С учетом того, что в городе и Южном Федеральном округе более 200 стационарных пунктов охраны, сотрудники, обеспеченные спецсредствами, разрешенным оружием и специальной подготовкой, прибудут на место в течение трех-пяти минут. Преимущество в том, что этой кнопкой без труда может воспользоваться как пожилой человек, так и маленький ребенок. Кроме этого, с помощью домашней системы охраны вы защитите свое жилье даже тогда, когда вас не будет дома. При любой подозрительной активности сработают специальные датчики и после поступления сигнала на пульт диспетчера к вам выйдет ближайшая группа быстрого реагирования и решит проблему. Стоит понимать, что подобная система безопасности высоко эффективна и одновременно доступна по цене. Более того, вам будут предложены различные акции и тарифы и вы сможете выбрать наиболее подходящую степень охраны. Холдинг безопасности Нева. Все виды охранных услуг. Защити свой образ жизни. Холдинг безопасности Нева. Телефон 8 800 700 18 18. Дорогие друзья, продолжаем удивлять и удивляться. Ну, удивляюсь сегодня Руслан Шанга, удивляюсь сегодня я. Покажи что-нибудь, что меня безусловно удивит и я скажу «Вау, как ты так сделал? Ничего себе!» Давай. Смотри, у меня есть такая книга «Мастер и Маргарита» Хорошая книга. Хорошая книга. Смотри, я тебе покажу, что все страницы разные. 362, 378, все разные страницы. Да, все разные. Твоя задача, нужно будет запомнить первое слово на странице. Не Михаил Булгаков, а именно первое слово. Первое слово, да. Смотри, я буду пролистывать книгу вот так. Ты говоришь в любой момент «стоп», и я вставляю закладку. Все очень просто. Хорошо, договорились. Таким образом мы выберем одну страницу. Опоздал, нужно сказать слово «стоп». Ага. Давай. Хорошо. Стоп. Вот здесь я вставляю закладку. Или в другом месте? Нет, здесь. Здесь. Смотри, сейчас твоя задача запомнить первое слово и номер страницы. Запоминай первое слово и номер. Может, покажу камеру, видно, а так будет не видно. Видно? Итак, держи книгу. Думай о слове. Я сейчас опять зайду в свою рисовалку и постараюсь отгадать то слово, которое ты задумал. Все очень просто. Ну, давай, отгадывай. Давай. И номер страницы. Номер страницы, да. Дорогие друзья, надеюсь, вы все видели, потому что я уже начинаю забывать. Называй всем слово, какое ты задумал. Ливень. Ливень, друзья. Ну, страницу давай уже сам называй и открой, и покажи всем, что именно на 100 какой-то. 192 страница. 192 страница, слово ливень. 192 страница. А, 192. Она на самом деле, да, вырвана. Я покажу всем. Смотри, вот здесь все время лежал конверт. Открой этот конверт. Хорошо. Да, он даже не запечатанный. Да, страница какая? 192. 192 слово ливень. И, дорогие друзья, оно идеально подходит к этой книге. Она именно с этой книги, поэтому как-то так. Рустан, пока мы будем смотреть следующий сюжет, я пошел клеить книгу. Хорошо. Смотрим сюжет. В жизни каждой девушки случается такое событие. Представьте, вы стали невестой и порадовали этой новостью ваших друзей. Что они сделают? Настоящие друзья сразу же займутся организацией вашей свадьбы. Они моментально предложат вам подходящее свадебное платье. Вы точно останетесь довольны. Конечно же, с рестораном друзья тоже разберутся. Они в этом мастера. Выбрать для вас нужный из тысячи для них не проблема. Ваша лучшая подруга быстренько станет профессиональным флористом и сразу займется декорированием свадебного зала. Как раз в это время один из друзей подберет самых ярких артистов. А ведущего вообще искать не станут. Один из ваших друзей и так известный ведущий. Короче, все они сделают идеально. Вот вам повезло с друзьями, да? Все это может стать правдой только в том случае, если ваши друзья профессиональные свадебные организаторы. Может, пора уже завести таких друзей? В гостях у нас сегодня Руслан Шанга, иллюзионист. И вот вопрос тебе, как иллюзионисту, чего же ты хочешь добиться в роли фокусника? Ну, в роли фокусника прям нет такой прям определенной цели, чего я именно хочу добиться. То есть мне тут славы, денег, богатства. Ну, ну, мне, думаю, само собой как-то придет. Конечно. Вот. Поэтому как бы я пока все равно занимаюсь тем, что вам нравится, дарю это людям, как бы все. То есть удивляешь и получаешь от этого удивления удовольствие? Да. Иди. Ну, хорошо. Ну, удивить. Удивить. Давай. Смотри, я достану три шарика. Три шарика. Твоя задача просто нужно будет считать, сколько шариков будет у меня в руке. Ну, смотри, я один шарик уберу в свой карман. Угу. Да? Один кладу в руку, этот убираю в карман. Сколько в руке у меня шариков? Один. Один. Хорошо, давай я вам тебе все сначала покажу. Смотри, у меня есть три шарика, да? Хорошо. Смотри, я один кладу в карман. Угу. Один кладу в руку, один в карман. Угу. Руки, а сколько? Сколько? Один. Один. Давай еще раз покажу. Смотри, у меня есть три шарика. Хорошо. Хорошо видно. Я один очень медленно буду показывать, я убираю в карман. Убираешь в карман, все, шарика там нет. Два шарика. Два шарика. Все по-честному? Все по-честному, два шарика. Один в руку, этот в карман. Сколько в руке? Должно быть, ну как, вообще должно быть один, но по логике вещей, видимо, три. Три, да? Давай лучше посмотрим сюжет, я думаю. Давай. Давайте посмотрим сюжет. О том, какая реклама эффективнее, можно спорить очень долго. Ясно одно. Чем заметнее реклама, тем лучше. Сегодня поговорим о городских светодиодных экранах. Для начала нужно выяснить, что же все-таки эффективнее. Разместить видеорекламу на светодиодном экране или же статическую на билборде. Конечно, многое зависит от самой рекламной кампании. Но когда речь идет об экране в самом центре города, думаю, здесь ответ очевиден. На такой экран обращают внимание как пешеходы, так и водители. Что касается самой рекламы на светодиодных экранах, то они привлекают в 5-6 раз больше внимания, чем статичные носители, и значительно дольше его удерживают. Наверняка и вы согласитесь, что видео так или иначе гораздо привлекательнее статики. Иначе изображение на обложке фильма было бы смотреть интереснее, чем сам фильм. К тому же реклама на светодиодных экранах зачастую дешевле, что тоже немаловажно. Конечно, лучший способ проверить эффективность рекламы на экране – это разместить вашу рекламу на экране. Я попробовал, мне все нравится. Хотите сделать вашу рекламу максимально эффективной? Разместите ее на светодиодном экране в самом центре города, и вы не останетесь незамеченным. Телефон рекламной службы 2-516-616. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Лучшее в Краснодаре». У нас речь идет о чудесах. Руслан, скажи, пожалуйста, карточные фокусы – это, наверное, такая отдельная совсем тема? Ну, отдельный такой жанр, да, именно. И только карточная магия. Вот я слышал, что есть иллюзионисты, которые исключительно занимаются карточными фокусами. Ну, я, в принципе, с них не начинал, в принципе, да. Есть именно только этим. Насколько это сложно и продемонстрировать что-нибудь? Ну, давай сразу покажу. Я вот покажу колоду карт, она перемешана. Смотри, я буду пролистывать колоду, ты просто в любой момент скажешь «стоп». Таким образом мы берем одну карту из колоды. Стоп. Вот здесь, или еще? Да, нет, не надо листать. Все, запоминаем карту. Запомнили. Я покажу в камеру. Запомнили. Теперь думай об этой карте, повторяй ее в голове. Там, к примеру, то с черви, то с черви, то с черви. Так вот, думай о ней, хорошо? Хорошо. Ну, смотри, сверху у нас четверка черви, но если всего лишь щелкнуть пальцем, она оказывается сверху. Вот сейчас вытяни руку и просто сейчас карту накрошу, вот так переверни. Двойка Бобя. Я кладу ее сюда под твою руку, накрывай. Я делаю щелчок, туз поднимается наверх. Посмотри, самое интересное. Двойка уже у меня в руках. А что тебе? Ну, не может, не может такого быть. Да. Это туз черви. Ну, смотри, самое интересное. Вот вся колода перемешана, и ты мог из колоды выбрать любую карту. Конечно. Ну, смотри, выбрал туда черви. Вот самое интересное, если щелкнуть пальцами, а на себя копертой становятся две. Если щелкнуть еще раз, их уже три. Ну, если на самом деле сделать много-много-много-много щелчков. Ну, давай вот так вот нащелкнем. Да, вот так вот. И смотри, вся колода превращается в тузов черви. Действительно, вся колода. Ну, мне же такая колода не нужна, мы ее испортили, правильно? Конечно. Ну, смотри, я превращусь в четыре буби, и вся колода опять становится обычной, все как-то разные. Как-то так. Вот так вот все просто, да? Да, все очень просто. А, можно я поаплодировать? Это мой личный, собственный аплодисмент для тебя. Смотрим следующий сюжет. Друзья, полезные советы на то и полезные, чтобы приносить вам пользу. Вот с такой вот тавтологией я начинаю нашу рубрику, в которой мы проверяем советы из интернета на прочность и, собственно, полезность. И следующий совет будет о том, как разделить яблоко на две части без помощи всего. Как гласит ролик, нам понадобится всего лишь палец и вторая рука, чтобы разделить яблоко пополам с вашим, ну, к примеру, другом. Потому что не станете же вы приглашать гостей яблоки таким образом нарезать. Кладем палец, как говорится в ролике. Ха-ха-ха. Это больненько. Вуаля! Две части яблока. Практически ровно разрезанные собственным пальцем. Совет работы. Дорогие друзья, программа «Лучшее в Краснодаре» заканчивается. Сегодняшний выпуск был посвящен чудесам, магии, волшебству. Некоторые, конечно, считают, что это всего лишь ловкость рук, но я верю в волшебство. Руслан, пожелай чего-нибудь краснодарцам на прощание. Друзья, чудеса происходят там, где в них искренне верят. Верьте в чудо. И оно произойдет именно с вами. Всем удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!